Доброе утро, СтопГейм! В эфире Инфакт! Творение разработчика-одиночки Эрика Барони Стар Дювейли получило самое большое контентное обновление в истории игры. Большей частью нововведения затрагивают поздние этапы игры, однако полный список обновок автор старается утаить. Дескать, интереснее, чтобы игроки сами разгадали все тайны и обнаружили все новиночки. Но на самом деле огромный патчноут прилагается. В бездонном списке исправленных ошибок затесались и коренные изменения в базовый геймплей. Ну, чего тянуть. Кооператив на разделенном экране, новые цели и квесты, новые персонажи и события персонажей, много новых предметов, возможное расположение фермы на пляже и плавающие утки, какие-то новые настройки игры, восстановление дома, открываемое после полной его прокачки, возможность перемещать кровать, сидеть на стульях и мастерить аквариумы для рыбок, куча новой мебели, новые секреты, целых 9 новых музыкальных композиций и многое другое. Вчера все соцсети набирали сумасшедшую статистику по новостям, связанным со Стар Дю Вэлли, может и инфакт у чего перепадет. К слову, в Steam игру сейчас отдают с приятной скидкой. Рекламная пауза. В новой серии портативных колонок XBOOM GO PL пополнение. LG представляет PL7, ультимативное решение любых меломанских капризов в портативном формате. Компактные низкочастотные динамики мощностью 30 ватт. Для этой линейки LG объединила усилия с британской компанией Meridian, благодаря чему малышка выдает глубочайшие басы и кристально чистые верхи. И Meridian тут не ради красного словца. Эти британские ребята фигачат топовое аудиооборудование еще с 1977-го, и именно их технологии трансляции музыки легли в основу PL7. Колонка защищена от влаги и брызг, а соответственно самый страшный обломщик вечеринок дождь здесь окажется бессилен. Оптимальная степень влага и пыли защиты IPX5, международного стандарта защиты корпуса от влаги и пыли, означает надежную охрану устройства от водных струй с разных направлений. В ту же копилку и второй Party Killer время. LG гарантирует до 24 часов автономной работы. Наконец-то можно не переживать о заряде аккумулятора, хватит для любой вечеринки. А если вечеринки это не про вас, колонки отлично контактят с телевизорами посредством Bluetooth. А если захочется полного Dolby Surround погружения, PL7 позволяет объединить до сотни таких колонок в единую аудиосистему без проводов. Ну и что за геймерская колонка без RGB подсветки? Тыкайте по ссылке в описании, рассмотрите возможность приобщиться к качественному аудио вместе с LG. Номинирование лучших игр года по версии пользователей Steam завершено. Впереди отбор лучших из лучших. Представляю вам список претендентов на звание игры года по версии Steam. Red Dead Redemption 2, Hades, Doom Eternal, Fall Guys Ultimate Knockout и Death Stranding. Но ведь всё верно. Судя по всему, в номинацию могли попасть игры, прибывшие в магазин Steam в период с декабря 2019 по ноябрь 2020. В других категориях можно встретить, например, Control, Horizon Zero Dawn, Detroit Become Human или Metro Exodus. Помимо специальных номинаций вне времени, вроде «Любимое дитя». С другой стороны, по понятным причинам, в списке номинантов отсутствуют и Cyberpunk и The Last of Us 2. Глядишь и выясним, какая игра лучшая без учёта перехайпа. Или в каком году была сделана игра года 2020, словом. Судьба боярской игры года в ваших руках. Голосование будет открыто на время зимней распродажи, а 3 января в 9 вечера по Москве награды будут вручены. А, ну и собственно, зимняя распродажа в Steam тоже началась. Налетай, успевай затариться до 5 января. В описании ссылка на новость со всеми остальными номинациями и номинантами. И для прозевавших напомню, что голосование на нашем сайте также уже открыто. Японский журнал Famitsu тоже принялся награждать лучшие игры 2020, но по-свойски. Был проведён опрос среди 132 разработчиков и знаменитостей, которые любят игры. Первое место в японском практически народном голосовании заняла Ghost of Tsushima. И типа закономерно, да? Делали игру не японцы, но про Японию. И поражаются голосоватые тому, с каким вдохновением и уважением Сакер Панч почтили культуру японскую. Пятёрка лучших звучит так. Ghost of Tsushima, Animal Crossing New Horizons, Final Fantasy VII Remake, Sakuna of Rise and Ruin, Fall Guys Ultimate Knockout. Что за сакуна такая, до сегодняшнего дня и не знал. Если что, смесь экшена и симулятора фермы. Кирилл Волошин вскопнул местную целину ещё месяц назад, влепил ей похвально. Заядлые из великих автоугонщиков наверняка приметили, что последнее из добавок в онлайновый кусок GTA V, ограбление Кайо Перико, было вполне себе проходимым в соло-режиме. В недавнем интервью дизайн-директор GTA Online Скотт Бучарт заявил, что в дальнейшем можно ожидать больше отхождений от обязательных коопераций с другими игроками. Разработчики хотят вводить в мультиплеер больше однопользовательских элементов. Конкретики тут не было, но на PS5 игра сама себя не продаст. Или продаст. Также директор по планированию производства Rockstar Тарак Хамада подтвердил желание компании и дальше рассказывать одиночные истории, невзирая на ошеломительный успех онлайн. Не забудьте заглянуть в магазинчик Epic Games. До 7 вечера там раздают ремастер первой части Metro 2033, которая Redux. И конечно же приглашаю вас на наш веб-сайт stopgame.ru. Есть новенький контент. Рекомендация дня. Кирилл Волошин разобрал двухмерное приключение Unto The End и из полученного материала собрал текстовый обзор игры. А мы, огромной толпой, записали для вас теплый новогодний спешл подкаст о Stop Game, где заболтали уходящие 2020-е своими личными переживаниями и кулсториями. Хорошего дня!